МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Курском районе продолжают очищать скальный обвал. Как долго будет перекрыта дорога до Ахульго? Ночной бизнес. Торговать в багажниках авто теперь можно только в определенное время. Городской пляж вместо спортзала, как парадокмандист Ариас Хабрамазанов, готовится к главному турниру в своей жизни. Смотрите в спортивном блоге. В Махачкале задержали мужчину, который сбил двух полицейских и пытался скрыться. Им оказался 38-летний предприниматель Тимур Муртазалиев. С ним были и двое его знакомых. Инцидент произошел на улице Абубакарова во время рейда сотрудников управления по контролю за оборотом наркотиков. Информацию прокомментировали в МВД России. Как сообщил официальный представитель ведомства Ирина Волк, автомобиль марки «Зикр» правоохранителя остановили, подозревая, что там находятся трое сбытчиков наркотиков. Однако законные требования инспекторов мужчина проигнорировал и на высокой скорости тронулся с места, протаранив другую машину и сбив двух правоохранителей. Был объявлен план перехват. Нарушителей задержали по горячим следам. Они доставлены в отдел полиции. Дорожные службы ведут работы по очистке скального обвала на 44-м километре дороги Буйнакск-Гимры-Черкатам в Унсукольском районе. Именно поэтому с 18 по 19 июля с 9 часов утра до 6 часов вечера будет перекрыто движение на участке дороги с 36 по 48 километр от временного поселка до Ахульго. В этот период времени движение автотранспорта осуществляется по обходному маршруту «Араканская площадка», «Унсуколь», «Сагринский мост». Это верхняя дорога через села Унсуколь и Ашильдап. Торговля в багажнике автомобиля тоже должна быть организованной. Так решила столичная мэрия и вместе с полицейскими провели рейд возле рынка номер 2. Обход проводится ежедневно и, по словам чиновников, ситуация изменилась к лучшему. Теперь продавцы начинают торговлю в 10 часов вечера и завершают в 6 часов утра. На улице Батарая регулярно проводят санитарную обработку и уборку накопившегося мусора. Здесь же ответственные структуры нанесут разметки, чтобы упорядочить процесс торговли и парковку автомобилей. В случае, если предприниматели нарушат временные интервалы, сотрудники ГИБДД эвакуируют их машины. Пять дагестанских студентов стали лидерами конкурса по робототехнике. Соревнования проходили на Кавказском инвестиционном форуме. Участникам нужно было создать макет робота-пастуха и сортировщика лекарств. Студенты Технического университета Дагестана с этой задачей справились лучше всех. Лично ребят с победой поздравил и председатель правительства Дагестана Абдул Муслим Абдул Муслимов. Один робот наземный, он регулирует, чтобы скот не пошел куда-нибудь нужно, защищает от птичников. Второй робот улетающий, он сверху смотрит на стадо, смотрит, какие особи отбились, чтобы робот наземный уже к ним подошел и порогу. А эти оба роботы могут ли с собой общаться? Они как раз общаются между собой через общий сервер. У нас проблема с чабанами, с пастухами. Так что давайте разобраться. Победители и призеров конкурса наградили дипломами и памятными призами. Но самое главное, теперь они получат возможность принять участие в национальном финале международных молодежных робототехнических соревнований. В Отлихском районе состоялась республиканская конференция, посвященная 25-летию разгрома международных бандформирований. Говорили на встрече о том, какую роль сыграло духовенство в защите территориальной целостности страны во время событий 1999 года. В мероприятии приняли участие представители власти, муфтията и общественники региона. Богослову подчеркнули, что традиционный ислам противостоит той идеологии, которую использовали бандиты, прикрываясь религиозными лозунгами. Родители патриотизма — это Дагестан. Я думаю, об этих подвигах, о смелости и храбрости нашего населения, наших дагестанцев, нужно рассказывать везде. Постоянно. Где бы что-то ни случилось с Дагестаном вместе, как одно тело, вот я думаю, за счет этого мы такой сильный Дагестан. Вот это основная наша начинка. Я думаю, на это нужно делать всегда акцент. Муфти неоднократно говорит, кто бы что ни говорил, в нашей республике, России, стране, все будет хорошо. К этому мы идем. По дороге будут препятствия, это естественная вещь. Но, иншалла, вместе пройдем. Ассаляму алейкум. Берег Каспийского моря летом превращается в большой спортзал под открытым небом. Тренируются на пляже не только любители здорового образа жизни, но и профессионалы. Чемпион мира и Европы по паратэквонду Алиасхаб Рамазанов готовится к главному турниру своей жизни. В конце лета он поедет на Паралимпийские игры в Париж. О подготовке спортсмена к большому старту узнали наши корреспонденты. Вместо привычного даянга – песок, а вместо спортзала – городской пляж. Каждое летнее утро у ведущих дагестанских тэквондистов начинается зарядки. Команда готовит Алиасхаба Рамазанова к играм в Париже. Рожденный без предплечья левой руки 31-летний спортсмен в своей дисциплине выиграл все, кроме Олимпиады. Старт в столице Франции – для него мечта всей жизни. Главное – не лишиться ее до поездки. Надеемся, что Паралимпийский комитет нас допустит. Но, тем не менее, как-то настроиться чуть-чуть сложновато. Но стараемся как-то с холодной головой подходить. К старту я подхожу очень ответственно. У нас есть план. Мы четко по этому плану работаем. Но, знаете, для меня это, можно сказать, самое ответственное соревнование. И практически у меня везде чемпионаты мира и Европы есть медали. Надеемся, иншаллах, если нас допустят, вернуться с Парижа золотом. В психологическом плане я готов. Везение, иншаллах, поможет. Трудолюбие и профессиональный подход. Эти качества, говорят наставники, всегда отличали Алиасхаба от других сверстников. Несмотря на физические ограничения, он с детства любил и занимался спортом. В тэквондо у Рамазанов 10 лет. Поначалу тренировался для себя, а после первых успехов понял – спорт станет для него профессией. «Выезжая в 2017 году на чемпионат мира, его даже не хотели оплатить, мы его сами проплатили. Он поехал туда, как нежданчик вроде был, и стал чемпионом мира уже в 2017 году. Ну, потом пошли какие-то немножко неудачи, проигрыши. Как бы он молодой был, готовились. Но в нем были задатки, видимо, у него рост, у него все есть. И самое главное – есть желание, стремление заниматься. Он один из примеров моей секции, который дает такой пример, как нужно заниматься и готовиться. Вот это трудолюбие самое главное. Никогда не сачкует на тренировках». Перед поездкой в Париж Рамазанову осталось пройти два ударных сбора в Подмосковье. За 40 дней до старта. Дома режим щадящий. Пока только одна тренировка в день. На победу работают все – федерация, тренеры и спарринг-партнеры. Сегодня Рамазанов – основная надежда не только дагестанского, но и российского тэквондо на играх во Франции. Другие члены мужской сборной не отобрались и не получили допуск. «У всех у нас надежда, что он выиграет Олимпиаду. Мы всем коллективам, как у нас семья, собрались, помогаем, чем можем. Выходим на тренировки, то в спортзале, то здесь у моря, на песке. И у нас большая надежда, что он займет первое место. Он работает, кроме как с парой тэквондистом, он работает в основном с такими, с другими здоровыми тэквондистами, тоже на равне. Поэтому он очень способный парень, очень сильный парень». «У нас все идет, все расписано практически на 90%. И ребят подключаем, которые участвуют в его процессе. И выезжаем с ним также на международные соревнования, на учебно-тренировочные сборы, которые, в частности, проходят у сборной России в Подмосковье. Поэтому на сегодняшний день все направлено, большая часть, на его работу». В этом сезоне Алиасхаб Рамазанов побеждал на двух международных турнирах и на чемпионате Европы. Там он уже обыгрывал всех основных соперников. Для золота на Паралимпиаде есть все предпосылки. Главное – подойти к этому старту в правильном физическом и, что немаловажно, психологическом состоянии. Курбан Рагимов, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Это были все новости к этому часу. Еще больше интересных материалов читайте в нашем телеграм-канале. С вами была Кума Ибрагимова. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин